Утро на Болткоме продолжается. 14 апреля. Олег Пек, Александр Шонин с вами проводит это утро. И вот мы все... С утра мы говорили про Макалея Калкина. Вот для нас он какой-то такой совсем молоденький-молоденький, а ведь уже ему там за 40, и вот так быстро растут чужие дети. Ты думаешь, в общем, о том, как меняется мир. И не всем, может быть, удается, как Макалею Калкину, сделать блестящую карьеру в столь юном возрасте, заработать миллионы, которые, кстати, потом он там отсуживал у родителей, там это были тоже не очень приличные истории. А потом он их пустил на всякие жидкости и вещества все равно и дошел до рехаба, так что не помогли ему деньги эти. Но недаром говорят, что вот молодым везде у нас дорога, но не всегда эти слова имеют какое-то реальное подтверждение, потому что вот мы же говорили, кстати, даже была в одной передаче, что эйджизм – это не только дискриминация, может быть, по возрасту пожилых людей, но и, может быть, недооценка перспективных молодых ребят, которым... Ну вот все равно вот есть какое-то предубеждение, что ай, молодой еще, зеленый, там, дескать, пороха не нюхал. Жизни не знаешь. В то же самое время исследователи уже не первый год говорят о так называемом реверсированном образовании. Впервые в истории человечества молодые, более молодые, учат чему-то более пожившим, скажем так. А те же самые компьютерные технологии, те же самые какие-то гаджеты и прочая техника, в которой они, отродясь, разбираются значительно лучше, чем даже поколение родителей, не говоря уже о бабушках-дедушках. Ну, так оно и есть. Ну и сейчас вот о том, действительно, о компании, которая призвана, цель которой показать обществу, что молодежь должна быть в приоритете на государственном уровне. А ведь, кстати, даже есть такая мысль, что платить пенсию надо молодым. То есть вот пока не заставлять их погружаться в это зарабатывание безумных денег. Вот потом уже, когда они будут в возрасте, когда уже пройдут вот эти горячие золотые денечки, уже проще там человеку продолжать уже работать, как волк, зарабатывать деньги. А вот молодому нужно... Когда уже ничего не хочется, можно и поработать. Когда еще не хочется поработать. А молодому человеку как раз-таки нужны деньги. Где были вот эти светлые умы лет 30 назад? Я бы с удовольствием поддержал эту инициативу. Да, ладно. С нами на связи Айварс Бачкурс, организация Дагне. Один из участников социальной кампании, которая на алтышском называется Тапейсар. Явно, что Энергию в вольном русском переводе. Здесь создана энергия молодых. И цель, да, показать обществу, что молодежь у нас замечательная. Как в чудесном фильме «Курьер». Я много смотрю телевизор и знаю, какая у нас молодежь. Замечательная у нас молодежь. Так, Айвар, расскажите, пожалуйста, что это за кампания, ее цель, ее конкретные какие-то пошагово, что будет происходить, где, и с кем, и для чего? Здравствуйте. Здравствуйте. Компания свой первый шаг сделала вчера. Открыла, скажем так, свое начало с красивым и огромным мероприятием в онлайне, в сумме, как современно уже популярно. Значит, говоря о цели, вы уже правильно сказали о том, что популяризировать то, что делает молодежь своими руками, то, где эта энергия молодежная оседает и где она остается. Так как энергия, она всегда осязаема, и энергия молодежная, и также энергия человечества, она не может оставаться бесследна. Цель, значит, показать людям, насколько молодежная энергия сильна и куда она уходит, и также показать людям, которые принимают решения, у нас и в ЛАГ, и в регионах, показать, насколько молодежь приоритетна для того, чтобы и страна, и регионы развивались бы стратегически на протяжении многих долгих лет вперед. Вы будете друг другу показывать эти достижения или кому-то вне, так сказать, тусовки? В чем, ну, суть понятна, но конкретно в чем будет проявляться эта компания? Да, это, в общем, все, 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 уже более чем 60 примеров, хороших примеров, где видно, куда уходит латвийская молодежь, энергия латвийской молодежи. Уже сейчас можно посмотреть на www.javnetnesenergia.lgb.lv. Там уже есть более чем 60 хороших примеров, куда эта энергия уходит и как она уходит. Так что, отвечая на ваш вопрос, мы показываем не только внутри своей организации, внутри своего сообщества, но мы показываем для всех, для всех жителей, для всех жителей Латвии, для всех жителей Евросоюза, для всех ребят молодых, куда и как уходит эта позитивная энергия. Так как все из нас знают то, что если с молодежью переставать работать, и это позитивная энергия и позитивные вещи, которые могут быть созданы с энергией молодежи, они очень быстро трансформируются, трансформируются в какие-то социальные проблемы, в моббинг молодежный, в то, что молодежь выходит на улицы и занимается беспределом различным. Потому, собственно, эта компания призвана показать, насколько важно работать с молодежью, и насколько важно молодежь выдвигать как приоритет на первый план. Ну, то есть такой легкий шантаж, мол, если вы не будете нами заниматься, если не будете обращать на нас внимание, так-то мы хорошие, но массово уйдем в наркоманы. Ну, я, конечно же, иронизирую, не воспринимайте мои слова дословно, но хотелось бы чуть более подробно... Вот 60 примеров, да? Что за примеры? Что было сознано? Да, чуть более подробно. Хорошо. Чуть более подробно. Я за молодежь всей Латвии говорить не буду. Я сам работаю с молодежью Дакского края. И расскажу немного о том, как мы работаем. У нас в организации 27 ребят, 27 молодых ребят, которым до 18 лет. И, конечно, во время пандемии работать немного стало тяжелее, но это ни в коем случае не ограничивает нашу энергию. Энергии у нас осталось по-прежнему много. Вот. И потому мы в это время нашу энергию пускаем в доброе русло. И тем самым мы организовали в 2020 году три благотворительные акции. Большие благотворительные акции. Вот. И эти благотворительные акции позволили эту молодежную энергию направить в русло, чтобы наладить среду вокруг себя. Вот. И тем самым этой позитивной энергией мы наладили среду вокруг себя. И, как ни секрет, все вокруг нас и то, какие являемся мы, зависит от среды, в которой мы живем. Вот. И это не только благотворительные акции. Это пленеры, где мы ходим с детьми в небольшие походы с целью убрать по дороге улицы и мусор, которые мы видим. И вот это вот только пара примеров из таких хороших примеров, которые в последнее время в Дагде была направлена энергия молодежи. Также это, конечно, привлечение финансовых средств местных и суббежных фондов. Но в основном очень хорошие дела. И если мы этого делать не будем, если государство не будет видеть и не будет поддерживать, собственно, и финансы в плане тоже, то действительно очень сложно будет удержать мне, как молодежному работнику, своих ребят, чтобы они действительно продолжали бы свою энергию тратить в доброе русло. А там уже дальше законы и вопрос улиц, насколько быстро они их затянут в те или иные дела. У нас телефонный звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вот только сегодня новость услышал от одного блогера, который говорит, в Латинской Америке из-за школ, закрытой пандемии, закрытых школ, дети, школьники стали сбиваться в банды. Ну, это свойственно, наверное, Латинской Америке. Дальше новость продолжается. В Африке дети начинают делать новых детей. Те же самые дети из-за того, что не ходят и не учатся ничего. Вот как будет развиваться тогда, если будет развиваться та же самая пандемия, и это сдерживание детей, закрытие. Я вижу просто по своим детям, как они у меня деградируют без тех же самых тренировок и кружков. Спасибо. Да, спасибо большое за мнение. И, кстати, параллельно беседе я открыл вот эту карту, в смысле сайт, который упомянул наш гость, а мы беседуем с Айваром Бачкурсом, организация Дагна и о социальной кампании Таписа, районную шуэнергию. Так вот, сайт, который также и называется, и там интерактивная карта. В общем-то, вот те самые, даже не 60, даже больше хороших примеров, то есть самые молодежные инициативы. И открывая Рига, вся карта испещена вот этими красными значками. Тут какая-то дискуссия была проведена. Там забег, здесь субботник. Ну вот, возвращаясь все-таки к вопросу. Сразу вспоминаются, кстати, дети кукурузы, там, Стивена Кинга. Но насколько дети, ну вот молодежь может оказаться такой взрывоопасным запалом общества, если ее не занимать, если не направлять и оставить просто так вот без присмотра? Если мне нужно отвечать на этот вопрос, то она действительно... Молодежь в наше время имеет очень огромную власть. Особенно, когда она, как вот человек, который задал вопрос, говорил, если она начинает образовывать своего рода группировку, то есть банду, да, то эта банда способна на много и на очень плохие вещи. Но если с этими ребятами, с этой группой людей вовремя начать работать, грамотно с ними работать и направить их энергию в нужное русло, то они останутся и будут делать то же самое, что они и делали, только это дело будет с благой целью. То есть они били пенсионера с плохой целью, а теперь с хорошей? Или как? То есть то же самое вроде, но с другой целью? Тут как посмотреть, нет, то есть я говорил о том, что, допустим, если они раньше били пенсионеров, да, то мы берем, с ними начинаем работать и не говорим им о том, что бить пенсионеров плохо, а наоборот идем, и чтобы они говорили бы с этими пенсионерами, и чтобы они понимали бы, что это связь поколений, и те пенсионеры могут им дать гораздо больше взамен, если их не бить, а с ними начать говорить. — Айвор, инициатива, конечно же, похвальна, а у нас звонок. Я, конечно же, пропущу вперед слушателя. Доброе утро. — Доброе утро. Скажите, пожалуйста, какую конкретно помощь от государства вы ждете, что государство как должно помочь? — Огромное. — Материально, финансно. — Огромное спасибо, потому что это именно тот вопрос, который я не задал, но хотел. Да. — Какая помощь оказывается на данный момент, и на что вы рассчитываете? — На данный момент оказывается уже достаточно хорошая помощь со стороны государства и со стороны министерств различных, в которых есть бюджет, запланированный на молодежные мероприятия, молодежные различные развивающие вещи. Но сейчас, если смотреть статистику Европы, то Латвия находится ровно на серединке. То есть мы ни рыба, ни мясо. — В плане чего? — В плане финансирования молодежи. — Угу. — Нету старственных программ, финансирование государственных программ молодежных. И цель этой компании — это привлечь ребят, которые ответственны за принятие решений, привлечь их внимание на то, насколько стоит острый сейчас вопрос молодежи в Латвии и в регионах, в регионах особенности. Привлечь на это их внимание. И наша цель — это чтобы они увеличили бюджеты, увеличили бы финансовые потоки для того, чтобы мы, как негосударственные учреждения в регионах и в столице, в том числе, могли бы максимально быстро реагировать. Так как иногда самоуправление и государственные учреждения не могут реагировать так быстро на молодежные проблемы. В свою очередь мы, негосударственные организации, это те группы людей, которые максимально быстро реагируют на COVID-пандемию, на ограничения, на молодежные проблемы в регионах. И в каждом регионе она своя, то вот именно для этого мы начинаем эту кампанию, чтобы привлечь внимание, чтобы увеличить финансовые средства и чтобы максимально быстро реагировать и работать с молодежью. Ну вот у меня вопрос, а как сделать так, чтобы заинтересовать молодежь, чтобы она относилась соответственно, ну к своей работе ответственно, потому что все мы понимаем, что чем старше человек, тем больше, ну вот есть, эта ответственность связана с тем, что он несет ответственность за семью, уже за своих детей. То есть ему есть чем рисковать, чем, ну то есть чем меньше у молодого человека, ну как бы этого груза за плечами, тем более он безответственен. Кстати, мы в этом могли вот убедиться и сегодня на примере одной нашей молодой коллеги. Такой инсайт прозвучал. Хороший вопрос, отвечу очень просто, среда, очень важна среда взаимопонимания и люди, которые работают с этим человеком. То есть насколько среда, в которой она работает, вот на примере вашей коллеги, насколько среда благосклонна к тому, чтобы этот молодой человек учился на своих ошибках, так как совершать ошибки это очень по-человечески. – Безусловно. – Да. – Сам ежедневно совершаю несколько, иногда их даже планирую. – Хорошо, огромное спасибо. – Спасибо вам. – Мы беседовали с Айвером Бачкурсом, лидером организации Дагне, участником социальной компании ТАП и Сараяу наешу энергию. Это социальная компания направлена на то, чтобы негосударственные организации объяснили государству необходимость повысить финансирование молодежных программ, потому что, как Айвер нам рассказал, на данный момент Латвия находится где-то посереди Европы в плане финансирования государством молодежи. А молодежь у нас хорошая, талантливая и интерактивная карта на сайте ТАП и Сараяу наешу энергию тому прямое доказательство, потому что проекты на самом деле сумасшедшие. И все время нашей беседы я «нет-нет» нажимал на эти красные флажочки и узнавал, чем занимаются ребята в Риге и в регионах. И действительно, поверьте, во-первых, это разнообразные программы, от тех же самых каких-то движений Zero West до помощи старшему поколению, борьба за права различных меньшинств, работа с инвалидами и так далее и тому подобное. – Спасибо огромное. Спасибо, Айвер, до хорошего дня, до свидания. Я напомню, что после программы «Утро на Болткоме» выйдет программа «Подоплека», мы поговорим об умных инвестициях. Затем будет программа «Встретились, поговорили», где будет коуч Ольга Троицына, расскажет о том, как выстроить личный бренд. И культурная среда героем этой программы станет пианист-композитор Никита Мндоянц из России. Утро на Болткоме.